15 машин, из них 4 подлежат списанию. Еще одна на ремонте, остальные 10 работают на выездах. Золотые руки местных мастеров помогают держаться на плаву. 12 бригад умудряются в год съездить более чем на 30 тысяч вызовов. В день их около сотни. Каждая машина практически каждый день выезжает в село. Это бывает и 20 километров, и 60 километров. В сельскую местность в основном стараемся отправлять в УАЗы. Хорошо, что у нас половина практически. А у нас пополам. В области скорые работают год за два, потому что половина вызовов – это поездки в село по бездорожью. А без замены автопарка скорая помощь Балашовского района может не оправдать свое название. Крайние машины, которые мы получали, новые машины, они 2013 года, им уже идет четвертый год. Пробег у них у каждой почти 150-160, у некоторых 170 тысяч. Учитывая, что они все одного года, у них начинаются одни и те же проблемы, то есть поломки, начинаются ломаться рессоры, рамы. Подобная проблема и в Калининске. Транспорт изношен на 70 процентов. Всего 10 машин. С оснащением автопарка обещает помочь Вячеслав Володин. Первые 22 машины уже работают в региональных скорах. Несколько дней назад ключи от спецавтомобилей торжественно вручали на театральной площади. В списке счастливцев – Аткарский, Краснокутский, Татичевский, Иртищевский районы. Пускай это первая капля, но это уже капля. И от этой капли, я думаю, будет очень хорошо. И в Калининске, и в Балашове, по словам Вячеслава Викторовича, будут новые машины 03. Всего в планах ввести в эксплуатацию еще 140 автомобилей скорой помощи. Они заменят треть автопарка региона. Еще одна проблема всех региональных станций – это нехватка кадров. Молодые специалисты на такую работу не идут. Для врача в скорой помощи нет перспективы роста, нет карьерного роста. И поэтому в скорую помощь врачи идут всегда неохотно. Надо сразу, вот целевую задачу уже подбирать, дальше, чтобы этот человек приходил на практику. Да. И, может быть, даже заключать договор, чтобы у него была какая-то дополнительная степень. То есть это тоже возможно. Тогда у нас, Валерий Васильевич, не будет. Помимо станции скорой помощи, Вячеслав Володин посетил среднюю школу номер 5 города Балашова. Здесь учатся более 300 человек, в том числе по программе «Русская школа как система воспитания и образования». Изучают культурные ценности отечества. И, несмотря на скорый, 100-летний юбилей – это одна из лучших школ города. Екатерина Сулейманова, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.